Тимбилдинг 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 команды, которые другими способами не решаются. В большей степени этому способствует такая форма работы, как рефлексия. На рефлексии участники тренинга команды образования обсуждают вопросы взаимодействия, дают и получают обратную связь, получают опыт самостоятельной регуляции происходящих процессов в группе. Резюмируя, можно сказать, что командообразующий тренинг – это высокоэффективный инструмент тонкой настройки команды, который в силу глубины воздействия требует соответствующей подготовки участников, предварительных исследований, контроля эффективности и достижения целей. Вторая группа мероприятий – это корпоративные игры с элементами командообразования. Игра – это основа основ обучения. Человек, как и другие виды, живущие на нашей планете, очень многое постигает в игре, поскольку это не только эффективный метод обучения, но и, если так можно выразиться, экологичный по отношению к личности участников. Игра в силу своей эмоциональной привлекательности не вызывает базового отторжения. Обучение в игре происходит как бы, между прочим, без давления на обучающегося. Основу содержания игры составляют задания, которые участники могут выполнить только вместе, и, соответственно, они взаимодействуют друг с другом, порой в нестандартных ситуациях и в необычных ролях. Это очень ценный опыт взаимодействия, который может в корне изменить психологический фон в группе. Многие называют такие мероприятия тренингами команды образования. Но на самом деле это не очень корректно, поскольку мотивация участников бывает далека от настроя тренироваться. И в этом смысле термин «корпоративная игра с элементами команды образования» подходит лучше, указывая на суть процесса со стороны участника. Разнообразие сценариев и форм проведения такого рода мероприятий позволяет растить коллектив, повышая уровень решаемых задач, постепенно смещая акценты с сюжета на внутрикомандные процессы. Третья группа – это сплачивающие мероприятия. мероприятия. Типичной задачей для таких мероприятий является повышение уровня лояльности сотрудников к компании. По форме это могут быть и корпоративные праздники, и дни семьи, и культурные мероприятия. Необходимо, чтобы выбранные средства были адекватной цели. Самое важное на мероприятиях такого рода – это обеспечить каждому участнику возможность найти что-то интересное, увлечься чем-то, испытать новые ощущения. Единение участников на волне позитивных эмоций запоминается надолго, и такие воспоминания – прочный фундамент для построения внутрикорпоративной культуры. Как сделать, чтобы сплачивающее мероприятие дало именно тот эффект, который планируется? Этого можно достичь тщательным, скрупулезным изучением традиций компании, ее истории и использованием динамической, постоянно пополняющейся базы ресурсов – аттракционов, артистов, технических инноваций. Таким образом, можно сказать, что сплачивающие мероприятия – это эффективный способ работы с многочисленным коллективом, имеющий свои ограничения, но решающий макрозадачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok